Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих! С вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности, и сегодня мы обсудим одну из моих статей про предефтика ортодексологии. Вот, собственно, статья про предефтика ортодексологии, её вы можете прочитать в группе, она так и называется. Вот мы видим график, изображающий 8 аспектов ортодексологии. Первый из них скептицизм, притом абсолютный. Второй аспект это германефтика. Германефтика это наука о понимании, ну, точнее, философская дисциплина, толкование текстов изначально, ну, и в том числе теперь о понимании. Да, особенно философский дискурс развил её как дисциплину, посвящённую пониманию. Третий аспект это практика. Четвёртый аспект это проза, непосредственно прозаические произведения имеют особое значение для ортодексологии. Ну, и четыре более, более таких маленьких и менее важных, соответственно, аспекта это софистика, божественность, критика и поэзия. А всеми этими восьми аспектами занимается ортодексология и непосредственно занимаюсь я. А, вот. Вот, да, прекрасно. А теперь давайте разберём, что же такое, в общем-то, ортодексология. Что же такое ортодексология? Вот у нас здесь определение. И, чтобы мы не забывали вот эту нашу табличку, вот, вот она будет за мной, и скептицизм я скрою, скрою, и критику, и критику, и скептицизм, и критику я скрою своей головой. В общем, это очень важно, да. Это скрытые такие функции ортодексологии. Так вот, определение ортодексологии довольно простое. Ну, в переводе это означает слово о правильном мнении, ортодокса, ну, ортодокса, ортодоксально, да, понятно, откуда это взято, но отсылка здесь имеется не только на непосредственно христианство, православие. Нет, а здесь отсылка идёт на все мнения, которые считают себя правильными. А все мнения считают себя правильными. Поэтому ортодоксология это слово или учение о правильном мнении. Перевод-то такой уж очень простой, древний, и мало что проясняет. Да, его я ещё придумал, когда мне было лет 19, наверное. Да, теперь давайте к нормальному определению перейдём. Ортодоксология это учение, исследующее все разновидности мнений. Да, впрочем, следует заметить, что называть ортодоксологию учением в прямом смысле невозможно, так как оно строится, вот это вот учение, это ортодоксология, оно строится на фундаменте абсолютного скептицизма. Да, ну, то есть нет, как бы, каких-то статичных мнений в ортодоксологии, нет каких-то очень штатичных положений, всё, в принципе, может измениться и всё может переосмыслиться. Так вот, один из основных тезисов ортодоксологии – всё есть мнение. Ну, нет, такое утверждение, оно, в принципе, может быть принято каким-то абсолютизирующим, каким-то догматичным, но на самом деле всё, всё, что проходит через человека, через его мысль, это и эмоции, и опыты, и воспоминания, всё является мнением, и воображение является мнением в некотором роде. Всё это настолько тесно связано, что отделить одно от другого просто невозможно. Мы не можем отделить образы от мнения, мы не можем отделить формулировки, которыми высказывают все или иные убеждения, от мнения, мы не можем отделить чувства, с которыми соединены вот эти вот все мнения, формулировки и образы. Мы не можем отделить всё это вот друг от друга, это всё настолько едино, что всё, вот эта вот ортодоксология и называется мнением. То есть, вся жизнь человека в данной дисциплине описывается через категорию мнения. И это считаю, ну, это я считаю вполне адекватно. Ну, то есть, да, получается, что ортодоксология изучает всё, или отношение, ну, точнее, отношение людей ко всему. И такой подход, который, он как бы отворачивается от истинного, не говорит, что мы можем познать истину, вообще непонятно, можем познать истину, не можем познать истину, это уже такой десятый, наверное, вопрос. Для ортодоксологии важно разобраться с мнениями. И уже потом, может быть, когда-нибудь можно будет приступить к истине непосредственно, да. Вот, кстати, здесь немножко разъясняются различные аспекты моей деятельности и деятельности ортодоксологии. Вот очень важно заметить, что проза, вот проза в скобочках, там написано проза, это событийно воображаемый аспект. То есть, в событийно воображаемом аспекте раскрываются некоторые сферы, в общем-то, ортодоксологии, некоторые темы ортодоксологии, некоторые философские, в общем-то, основания. И все это происходит в рамках неких событий, событий, диалогов, и все это раскрывается вот в этом аспекте, в прозаическом импетре, он очень важен. Божественность трактуется как преодоление личного. Возможно, даже отсылка некоторых ниш в виде сверхчеловека, но это не совсем так. Так, божественность в ортодоксологии это не сверхчеловечность, Ницше это не божественность Христа, это не божественность богов, это просто преодоление личного. Выход за свои личные интересы, ну, то есть, человек это тот, кто имеет некоторую систему устоявшихся убеждений, тот, кто имеет некоторую устоявшуюся личность. Да, божественное состояние в данном случае трактуется как состояние вне личного, вне устоявшихся убеждений и вне устоявшейся личности. Вот. А мгновенно событийный аспект это поэзия, и мгновенно событийный аспект отличается от событийно воображаемого аспекта в данном случае тем, что проза, проза пишется довольно долго. Ну, неделя, может быть, месяц. Для многих неделя, месяц написание прозащего произведения это, конечно, тоже очень быстро, но именно в контексте такой вот работы без справок, без нудных каких-то исправлений, вот чисто вот сам текст вообразил и перенес то, что ты вообразил на бумагу непосредственно. Вот. Вот это вот долго все равно происходит. В лучшем случае неделя, в худшем случае месяц, два, три. Долго, долгое время воображаем, долгое время составляем событийные, какие-то воображаемые вещи. А мгновенно событийный аспект поэзии позволяет мгновенно, непосредственно, за полчаса, за час выразить какие-то важные, собственно, темы, в том числе ортодексологии. Так же следует отметить, что ортодексология не носит никакого мистического характера, несмотря на все октограммы, несмотря на вот этот вот символ, да, над моей головой, который находится, несмотря на практики, духовные практики, несмотря на терминологию, которая включает в себя слово божественность. Нет, никакого мистического характера все это не носит. Это просто проект исследования человеческой мнительности, проект понимания и нахождения возможностей для понимания. Все практики, состояния и даже сопутствующие ортодексологии, религии, шедовизм не нацелены на достижение сверхъестественных целей, но могут быть использованы как средство для совершенствования себя. Ну, то есть здесь все просто. Никакой мистики, никакой магии, никаких призраков, духов, никаких постулирований существования божественных существ. Все это как бы за пределами, за скобками ортодексологии находится. Да, первая тема, первая голова и основание ортодексологии это скептицизм. Что такое скептицизм? Скептицизм это состояние, в котором исчезают догмы. Как следствие, всякая возможность познания становится недостоверной. Прежде всего, полное отсутствие догм везде всегда невозможно. Да, ходят слухи, что самый первый скептик, самый известный скептик, основатель скептицизма Перрон, да, у него не было никаких мнений и он не обращал никакого внимания на опасности. Он мог пойти на обрыв, сомневаясь в том, что он упадет и разобьется, и только ученики спасали его. Нет, скорее всего, вот так вот это не происходит, потому что скептицизм это не такое состояние, которое мы вот обрели и все, мы всегда теперь скептики абсолютно. Нет, скептицизм это воспроизводимое состояние. А скептицизм это не вера, это не учение, это именно состояние, в котором мы можем усомниться во всем. И оно не всегда, оно не всегда с нами как бы происходит. Даже когда я сейчас с вами говорю, я говорю некоторые слова непосредственно, а слова это догмы сами по себе. Ну, то есть, каждое слово содержит некоторые убеждения. Я говорю убеждениями, я складываю фразы, предложения, и все эти предложения переходят к вам в формате убеждений. А лишь в скептицизме я могу усомниться в этих убеждениях непосредственно, и это очень редкое состояние. Если бы я захотел быть абсолютным скептиком всегда и везде, мне пришлось бы молчать, ничего не говорить, и вообще с вами не общаться, вообще не снимать никаких видео, и просто вот замолкнуть, и возможно даже умереть, спрыгнув со скалы, потому что учеников-то у меня нет, которые бы могли меня спасти. Да. Так, также заметим, что скептицизм, он не отрицает возможность познания вообще. Да, познание может быть допустимо, может быть оно есть. Но оно может быть даже достоверно. То есть, скептицизм это не агностицизм. Вот агностицизм здесь, скептицизм это не агностицизм. Агностицизм убеждает, он уверен, что познание невозможно. Познание того или иного аспекта бытия невозможно, или познание вообще невозможно. Вот что считает агностик. Скептик в этом не уверен. Скептик даже в недостоверности не уверен, но не уверен в своей неуверенности и так далее, и так далее, и так далее. Так, основная способность скептика это сомнение. Сомнение это способность достижения состояния неверия. Ну вот так вот я это трактую. Именно состояние. Я все, что связано со скептицизмом, трактую через состояние. Да. И слово вера, замечу, здесь используется в широком значении, в исконном, в греческом. Верить, это значит иметь любые убеждения, не обязательно религиозные, не обязательно иметь какие-то, слово догмы я тоже использую в общем значении, потому что это перевод слова, вот это вот, мнение веры, это все одно как бы, одно и то же, по сути. Здесь как-то все разграничивать, делать какие-то вот, вот тут религиозная вера, а то, что вот у нас знание в науке, например, это никакая не вера, это знание, например, да, и ничего, что мир, который нас окружает, может быть иллюзорным, и при этом все, во что верят ученые, может оказаться чушью, ну плевать как бы на это, да. Нет, все это вера, все это считаю я верой, и в учении ортодоксологии это преподносится как вера и как мнение. А сомнение в данном случае состояние противоположное, вере, когда никакие убеждения не являются, в общем-то, существенными для человека. Но во всей своей чистоте оно проявляется крайне редко, несомненно, то есть невозможно сомневаться всегда и во всем. А сомнение, как полноценное духовное состояние, не может быть достигнуто простейшими мыслителями актами, поэтому, кстати, я считаю, что в современности скептиков практически нет. Все эти общества скептиков, ученых, там все вот эти вот ребята, они все просто их херня страдают. Ну, в общем-то, это люди, которые не занимаются скептицизмом и не имеют к скептицизму никакого отношения. Да. Суть. Скептицизм подразумевает очищенность, которая необходима для всех прочих аспектов ортодоксологии. Ни ученые, ни верующие, ни другие философы не практикуют подобное очищение, когда речь касается вопросов понимания и восприятия мира. Исключением могут быть, ну, например, скажем, феноменологи, которые используют скептический метод эпохи, непосредственно, который восходит еще к древним скептикам. Ну, вот так вот получилось, что, да, основатель феноменологии все-таки использует этот метод, но все же тоже не до конца, поэтому назвать его скептиком, ну, тоже нельзя. Именно поэтому у всех, у всех вышеперечисленных персонажей, людей, имеется определенное предпонимание, определенная традиция. Именно поэтому они не могут претендовать на исследование мнений вообще, так как всегда верят в определенные методы и истины, и с необходимостью подчиняются той или иной группе мнений. Скептицизм нам нужен для того, чтобы не подчиняться той или иной группе мнений, чтобы не иметь предпонимания, не иметь определенной традиции, которая задавала бы нам понимание других учений. Например, марксизм. Марксизм. Да. Марксизм. В соответствии со своей теорией критикует все остальные учения. Вот ваше учение не соотносится с нашей теорией. Вот наша теория, вот Маркс написал кучу томов, 64 тома, читайте их, там все написано. А еще мы дописали кучу томов, которые в духе Маркса критикуют все остальные учения. Ну, замечательно, да. Только к пониманию это не имеет никакого отношения. Новизна. Ну, вроде бы, да, скептицизм, античный скептицизм, особенно, ну, античный скептицизм, понятно, что в истории он имеет некоторые основания. То есть, есть учение, которое называется античным скептицизмом. А, вот, может, скажут, скажут, Шадов, ты же велосипед изобретаешь. Нет. А в рамках артодексологии абсолютный скептицизм впервые за всю историю обретает положительный аспект. До этого у греков его просто не было, да. Мы просто сомневаемся и критикуем. Вот, 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 что было у греков. Да, скептицизм и критика. Вот, вот, вот они. Два аспекта. Ну, может быть, и некоторые практические состояния. Все, раз, два, три. Вот, вот. Первая новизна заключается в том, что впервые за всю историю человечества настоящий абсолютный скептицизм, а не какая-то его промежуточная форма, не какой-то там умеренный скептицизм и прочие такие формы недоскептицизма. Вот, именно абсолютный скептицизм впервые за всю историю. Обретает положительный аспект, герменевтический аспект. Вот. Да. Также ортодоксология избавила античный скептицизм от ряда догматических элементов. Например, вот, атороксия и уже упомянутые эпохи. Они больше не являются целями скептика. Вообще забавно, что есть какие-то цели у скептика, но он во всем сомневается, как бы. А с другой стороны, вот, от эпохи атороксии, как бы, да, с чего бы, с чего бы это должно быть, непонятно. Само воздержание осуждений эпохи – это догма. Определенно, догма. Ну, зачем воздерживаться от суждений? Скептик может не воздерживаться от суждений, но не верить в те суждения, которые он делает. А, вот. Вот так вот и получается, что наличие этих целей, оно догматично. Так, скептик – это не тот, кто всегда воздерживает от суждений, а тот, кто может достигнуть состояния, в котором теряет веру во всё. Отсутствие веры необязательно подразумевает воздержание от суждений. А ортодоксология, например, и не отрицает дурной бесконечности, сомнения в сомнении, но он сомневается в сомнении тоже. Помимо этого, скептики имели всего-то 15, каких-то жалких, жалких 15 тропов. Ортодоксология расширила их до 99. Ну, у меня есть книга специально «99 тропов скептицизма». Ну, честно скажу, что там больше половины не придуманы мной. Это просто тропы, которые взяты у других философов, не скептиков и применены уже в русле ортодоксологии. Но всё равно это вот так вот работает. Дополнено учение настолько, что есть, в общем-то, очень много новых аспектов именно скептицизма. Тоже не учитывая вот других, других семи аспектов, в которых я работаю, вот у нас есть скептицизм. И скептицизм рассмотрен вот совсем другой стороны. Он развит, он развит, он более теперь скептичен, он в большей степени сомневается. И это новый скептицизм, новый скептицизм, который шагнул дальше. И при этом имеет ещё и положительный аспект. Ортодоксологический скептицизм подразумевает постоянный поиск, прежде всего, внутри себя. Да. Связь с другими аспектами. Всё связано непосредственно тут. Даже объяснять не надо, можете потом внимательно прочитать. Сопутствующие методы. Метод бесконечности возможностей и философская комбинаторика. Возможное очищение, освобождение от убеждений, сомнение в сомнение. Ну, много методов вообще-то присутствует. Все даже сразу её не припомнить, которые я использовал. Ну, да, да, да. Это очень важный аспект ортодоксологии. Фундаментальный. Соответствующая тема, к которой я обращаюсь, скептицизм был утерян в античности. Например, да, действительно, я считаю, что абсолютного скептицизма после эпохи античности, по крайней мере, в среде популярных философов, просто представлено не было. Вот просто не было ни одного скептика за всю историю после античности, которого можно было бы считать при этом достаточно популярным. Нет, мы заглядываем в учебники по истории философии и не находим там ни одного достойного скептика. Картезий не скептик. Ну, по крайней мере, не абсолютный. Да, его метод радикального сомнения не радикален совершенно. И то, что он делает после того, как сомневается во всём, кроме я, он из этого я выводит всё, в чём он сомневался в итоге. Это догматично, определённо догматично. Да, бытие скептика разбирается, вот тоже тема такая, бытие скептика. Как бытует скептик, что значит быть скептиком, что происходит в состоянии скептицизма. Под это у меня есть отдельная книга. И состояние забвения, то есть забыть всех философов, например. У меня есть книжка тоже «Забыть всех». Вот она работает с этой темой. И вот философские трактаты перечислены, которые посвящены данной проблеме. Это прежде всего мой первый текст в ортодексологии. Написан он значительно хуже этой статьи. Это мой первый текст, в котором содержится огромное количество всяких отсылок к тому, что я буду делать уже потом, уже сейчас, и в более хорошем качестве. Тогда я пытался ухватить вообще совершенно всё. Но текст действительно достойный. И достойный для того, чтобы начать целое исследование. Потом 99 тропов скептицизма и исповедь скептика. Да, скептику же тоже нужно исповедоваться. Вот, например, я допускал такие догмы. Я критиковал, я не знаю. Я совершал такие утверждения. Вот какой я плохой скептик. У меня есть книжка «Исповедь скептика». Действительно, интересная тоже тема. Антология скептического хаоса, где раскрывается бытие скептика. За пределами всех дискурсов текста. И текст «Забыть всех», где мы последовательно забываем всех философов. И не только. Интересно. Тоже есть проза. Артократия, стихи о гибели вселенной, синоним Бога, слияние, он-то за пределами всех вселенных. Все здесь, вот эти вот тексты, непосредственно в них одна из ключевых тем – это скептицизм. Раскрытие скептицизма. Там показывается, что такое быть скептиком. А статьи в паблике, вот их как раз про скептицизм у меня не очень-то и много. Это прежде всего статья «Подходы к чтению». Да, там есть скептический подход и скептико-германифтический. А вот есть наработки других философов-предшественников. Да, Перрон, Эниседем, Агриппа, Санжая Белатхипутта, буддисты, матхиамики, прежде всего, Секст Эмпирик со своими книжками, три книги Перроновых положений против ученых. Вот, собственно, те наработки, которые положили начало скептицизму ортодексологическому, моему скептицизму. Это тексты, которые я очень сильно уважаю непосредственно. И не только тексты, и личности, от которых текстов не досталось, о которых мы слышим только вот из других текстов. Вот все это важно для ортодексологии. Следующий аспект. Германифтика. Германифтика в ортодексологии – это дисциплина, посвященная пониманию. Притом пониманием называется не толкование, осмысление чего-либо, а вживание. Эта ортодексология полностью переворачивает современную, известную нам традицию философской германифтики. Теперь это не толкование, теперь это понимание посредством вживания. В ортодексологии вот так это понимается. Толковать можно непосредственно без понимания. Осмыслять тоже. Обе эти операции не служат гарантам понимания. Вот вживание – одно из условий понимания, притом обязательных. Если мы не смогли вжиться, то мы не смогли понять. Все здесь тоже довольно просто. Основная способность герменевтики, ортодексологической именно герменевтики, замечу, что другие философы, да, не будут придерживаться такого вот положения. Нет, но основная способность ортодексологической герменевтики это вживание. Под вживанием понимается способность в максимальной степени применить на себе мир другого человека, поместить себя в него, преобразить себя таким образом, чтобы суметь отразить в себе другого. Ну, тут рассуждение о том, что подразумевает слово «вживание», ну, ничего интересного непосредственно, просто дополнение. Да, герменефтика — это основная позитивная часть ортодексологии. Здесь, в принципе, всё понятно, всё было объяснено. В чём заключается новизна герменефтики? Куча герменефтов было до этого, в 20-й век, а огромное количество философской герменефтики. Но, но в чём новизна, да? До ортодексологии герменефтика делала аспект на толковании, во-первых, во-вторых, просто на толковании, а во-вторых, на толковании текстов. Притом были популярны концепции, согласно которым текст после написания является самостоятельным предметом понимания. Ну, то есть, автор, ты умер, до свидания, press F for respect автору, да, автор погиб, да. И поэтому текст является самостоятельным предметом понимания, но текст в ортодексологии это какая-то неживая вещь, это мёртвая вещь, да, это просто предмет, предмет с некоторым набором букв, который без автора, на мой взгляд, например, ничего не значит. В ортодексологической герменефтике тексты отходят на второй план, как и давно умершие авторитеты. Прежняя герменефтика мной лично и вообще ортодексологии признаётся идолопоклонической, традиционно восходящей к христианству и предлагающей методы толкования преимущественно священных текстов, ну, например, Библии или комментариев к ней, и каких-то вот волшебных, магических, суперуважаемых авторов, например, Достоевского, который не воспринимается критически, а на которых, ну, практически молятся и пытаются выискать в их текстах, ну, вот в любом слове, тысячи крупиц истины, ну, вот это потрясающе. Вот такая у нас была герменефтика до этого. Ортодексология интересуется исследованием понимания вообще, исследованием любых комбинаций мнений, не только авторитетных, ну, без разницы, Достоевский, какой-нибудь Вася из третьего подъезда, не знаю, Семерокер Семён, неважно, абсолютно любой человек может стать предметом исследования ортодексологии. Не важен его авторитет, неважно, как он хорошо или плохо писал тексты, неважно, как к нему относится филологическое сообщество или философское, всё это без разницы. Да. Также ортодексология снимает необходимость предпониманий, сомневается в герменефтическом круге, предлагая на их место другие методы. В скобочках пояснение, какие методы комбинаторики, конструирования, вживания, духовных практик, софистики и так далее. Про софистику поясним далее, потому что слово софистика очень часто используется в плохом смысле у нас, у нас в философии, ну, объясним тоже. Также важно понимать, что в ортодексологической герменефтике главной становится не работа над текстом, а работа над собой. То есть, большая разница в том, что мы можем просто читать много-много раз текст. Вот у нас текст, ну, как Гаттамер делал. Текст читаем один раз. Нормально, части, части, части подняли через целое, целое подняли через части, читаем второй раз, находим еще что-то новое. У нас новое предпонимание на новый текст, читаем третий раз, еще находим что-то новое, еще, 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 еще до бесконечности. И какой в этом толк непосредственно, это какая-то дурная бесконечность понимания, в которой даже понимания непосредственно нет, потому что люди читают для того, чтобы доставать оттуда новые-новые смыслы, но при этом не факт, что эти новые смыслы содержатся непосредственно в тексте. Проблемы герминофтического круга я уже непосредственно разбирал, проблемы предпонимания я тоже разбирал. Пропустим. Пропустим здесь. А вот совершенствование себя непосредственно до того, как мы подойдем к тексту очищения себя, необходимость сформировать некоторые у себя способности, а, например, развить свое воображение, развить свой интеллект, развить различные свои данные, которые помогут тебе понять довольно широкий круг людей, вот это уже, по-моему, совершенно другое. Можно даже пока не считать тексты с самого начала. Сначала мы практикуем. Сначала мы делаем из себя людей, способных понять других, а уже потом мы приступаем к попыткам понять других. Вот как интересно это все складывается в ртом герминофтическом. Очень не похоже на герминофтику, с которой мы привыкли как бы иметь дело. Пока человек не научился испытывать определенные эмоции, он не сможет понять человека, у которого есть эти эмоции. Или человек глупый не сможет понять человека умного. При этом умный имеет некоторые шансы на понимание человека глупого, особенно если он будет очищен от различных влияний, которые мешают ему понимать. Вот, например, от высокомерия. Если вот человек видит, что человек глупый, и он относится к нему с презрением, конечно, скорее всего, понимание не состоится. Хотя при этом у человека умного есть некоторые шансы на понимание человека глупого. У глупого человека нет шансов на опознание человека умного. Ну, то есть, да. Все здесь вот так вот складывается. Поэтому нужно развивать различные свои способности. Нужно стать, так скажем, универсальным человеком, чтобы понимать других. И на этом и завязаны методологии ортодексологии. Из этого, кстати, следует, что понимание – это духовная практика, которая требует постоянного самосовершенствования, расширения во все области в добро, зло, нейтральность, радость, страдание, спокойствие и так далее. Ну, тоже понятно. Потому что потом следующая тема у нас – практики непосредственно. Связь с другими аспектами тесно связана. Гереминевтика со всеми аспектами. Можете остановить, прочитать или прочитать непосредственно в статье. Сопутствующие методы – это вживание, конструирование индивидуальностей и философская комбинаторика. Относительно конструирования индивидуальностей, да, при применении определенных философских практик духовных можно создать себе дополнительные личности, индивидуальности, с которыми можно работать и которые можно использовать для понимания. Сопутствующая тема всего понимания, их в моей философии очень много, да. А тексты о гереминевтике – это ортодексология, шедавизм, так как это религия понимания, ортодексологические методики, конструирование индивидуальностей, гереминевтика и иллюзий и дексология. В прозе тема понимания поднимается у меня тоже во многих романах. Это прежде всего роман «Сновидения», «Семь миров», ортодексология», «Стихи Уэтикон», «Диосиента», «Гибель вселенной», «Триада», «Грани бесконечности», «Герои больше, чем игры», «Школа боевых искусств», «Мастера Джан Юэ», «Девочка Бафомет» и так далее. И так далее, очень-очень дальше далеко. В последнем сборнике сказок метрика понимания тоже имеет огромное влияние, поэтому вот так вот. Что есть, то есть. Статьи в паблике, опять же, прежде всего подходы к чтению и, по-моему, недавно написанная статья, непосредственно посвященная проблеме гереминевтики, да. Наработки других философов. Есть очень важные философы, которые тоже повлияли на меня непосредственно. Я не ворвал их взгляды, но они были основателями именно гереминевтики, философской гереминевтики, что важно. Без них, скорее всего, я бы не пришел к тем взглядам, которые я имею, пусть и противоположным взглядом, вот этим вот великим, великим непосредственно людям, которые занимались данной проблемой и решали ее по-другому. Это Гадамир, Шлирмахер, Рикер и Дильтей. Вот книжки их перечислены, да. Тоже можете прочитать, ознакомиться, а потом уже переходить к ознакомлению с моими трудами. Непосредственно, хорошо. Проза. Прозу я третьим поместил. Хорошо. Проза – событийно воображаемый аспект. Проза – это художественная литература, преимущественно лишенная стихотворного ритма. Кстати, в моей прозе бывает много стихов. Потому что могу себе позволить. Могу позволить, почему бы и нет. В моем творчестве преобладает событийная проза. Романы, сказки, диалоги. Основная способность прозаика – продуктивное воображение. Ну, по крайней мере, именно основная способность меня, как прозаика, даже скажем. Или ортодексолога, как прозаика, который пытается исследовать какие-то уникальные события, которые невозможно исследовать в реальной жизни с помощью прозы. Вот продуктивное воображение. Создание чего-то нового с помощью продуктивного. Это мы тоже много раз уже разбирали и оставим это тоже здесь. Суть. Проза, как метод философствования, неизменно отсылает к способности продуктивного воображения. Продуктивное воображение дополняет философию возможного, а также позволяет на всевозможных примерах доказать и демонстрировать те или иные философские утверждения. Кроме того, проза позволяет в упрощенной форме передать вам сложные идеи, идеи непосредственно других людей, включить читателей в дискурс и подготовить к ознакомлению с более специальной литературой. Посвященной теме скептицизма, например. Навизна. Я пишу в редком жанре философская фантастика, подразумевающая серьезность философских трактатов, динамичность приключенческих произведений, многочисленные диалоги, а также, собственно, уникальную фантастическую составляющую, которая базируется не на науке, а на философии. Я вам скажу, вы знаете, что? Что? Наука очень ограничена в плане фантастики. Очень ограничена. Да еще и различные ученые будут вам кричать, «Эй, это все ненаучно, когда вы пишете научную фантастику». А вот философия, философия в рамках фантастики, не ограничена вообще ничем. Это совершенно потрясающий жанр для создания чего-то необычного, чего-то вот выходящего за все возможные пределы. Философская фантастика — отличнейший жанр. Жалко, что он совершенно не популярен. Очень редкий жанр. Но он потрясающий. Он для фантаста дает просто неограниченные возможности. Связь с другими аспектами. Понятно. Романы посвящены нередко различным аспектам моей философской школы. Понятно. Вот здесь все тоже очень понятно. Сопутствующие методы тоже понятны. Сопутствующая тема воображения, творчества, оригинальность понятна. Проза — это вся проза, 47 романов на тот момент написания статьи. Теперь уже 50, между прочим, бывает. А статьи в паблике. Фантастика как метод философствования, о творчестве и новизне, эстетические эксперименты и не только, философия и искусство, искусство, творчество и авторитеты, немного о литературе, что самое главное в прозе, и чего не умеют многие профессионалы, и последняя статья — система современной литературы. Много проработал. Отлично. Дальше. Практика. Или духовная практика. Духовная практика — это регулярные действия, предпринимаемые с целью внутреннего развития. В случае именно ортодексологии, кстати, да. А другие цели... Духовная практика вообще в других учениях, она может вести к другим целям. Ну, например, мокша или просветление, или, например, очищение своего сердца для того, чтобы принять в него Иисуса Христа, например. Ну вот, духовные практики могут иметь абсолютно любые цели, но в данном случае у нас внутреннее развитие. А также достижение скептицизма и германифтических различных способностей. Ну, вот как-то так. Основная способность — последовательность. Суть. Зачем нам нужны духовные практики? Потому что для того, чтобы достигнуть скептицизма и понимания, все это требует высокого интеллектуального, творческого, эмоционального и эмпатического развития, которыми люди изначально не обладают. А если достигают в чем-то успехов, то делают это неэффективно, хаотично, переоценивая свои достижения, что ведет к развитию лишь некоторых из вышеперечисленных качеств и деградации других. Ну, например, мы нередко встречаемся с интеллектуальными людьми, с людьми абсолютно умными, но не имеющими при этом никаких эмпатических способностей, с подавленными эмоциями и с абсолютным отсутствием творческого потенциала. Или, например, мы нередко встречаем творческих людей, по-настоящему творческих, я не имею в виду сейчас всяких Стефани и Данилов и Харшетов, нет, а по-настоящему творческих людей и творцов, которые на самом деле, ну, оказываются очень глупыми. И это не исключение. Причем творческий человек может не иметь эмпатии при этом и быть малоэмоциональным тоже. Тоже не исключено такое. Ортодоксолог стремится к тому, чтобы быть развитым во всем. Да. Так вот. Человеку крайне просто быть догматиком. Это естественная форма его мышления, естественная форма существования. Ему практически до невозможности тяжело быть скептиком. Да даже... Вот вы сейчас скажете, а как же ты, Шадов, живешь? Нет, и мне тоже до невозможности сложно быть скептиком. Я не могу удерживать состояние скептицизма постоянно, ежедневно, ежесекундно. К нему я обращаюсь во время написания некоторых текстов, например. Или во время некоторых бесед могу обратиться к состоянию абсолютного скептицизма, но удерживать его все время невозможно. Об этом еще и Аристотель говорил, что скептики невозможны. Но, правда, какое нам до этого дело, если мы не всегда можем быть скептиками? Так вот. Но проблема еще в том, что, с одной стороны, у нас скептицизм, это очень трудно, это невероятно трудно, и это требует больших затрат от внутренних и интеллектуальных. Но, с другой стороны, то же самое и с пониманием. Многие люди не приспособлены к пониманию инакомыслящих. Ну, не то, что многие, да почти все. Основная способность человека, обычного, обыденного, это непонимание. Отсутствие понимания, отсутствие каких-то эмпатических качеств, и вообще полная, тотальная невозможность вжиться в положение другого. Это просто естественно нормально. И чтобы превозмочь это, нужно затратить невероятное количество усилий. Так вот. И дело в том, что понимание требует сильнейшего саморазвития. Как и скептицизм. То есть, вот эти вот две вещи, которые непосредственно в артитексологии тесно связаны, они обе требуют невероятного внутреннего развития. И чем лучше мы развиты, тем больше у нас возможностей для понимания других и для сомнения. Это действительно, вещь здесь идет о реальной и многогранной работе над своим внутренним миром. И без духовных практик здесь просто не обойтись. Нельзя просто так сказать, как современные скептики. Ну, я тип скептик, все, я во всем сомневаюсь. Ну, кроме науки сомневаюсь, кроме рационализма, конечно, кроме империзма. Ну, я во всем сомневаюсь, кроме вот этого. Вот какой я скептик. Нет, это так не работает, к сожалению. Все намного сложнее. Новизна. Духовные практики, как одно из основных средств карминевтики, философии применяются впервые. И скептицизм, она не тоже применяется впервые. Как бы, да. А, да. Также, да, они впервые используются для достижения состояния безразличия. Ну, здесь можно сомниться, потому что буддисты тоже пытаются достигнуть состояния безразличия, но... Ну, и непосредственно для достижения состояния сомнения, абсолютно, да, тоже впервые. Античные скептики не хвастались своими, в общем-то, духовными практиками. Вот так вот получилось. Вообще, философия не очень любит вот это вот слово духовные практики, хотя феноменологи непосредственно ими занимаются. Просто пытаются обозначить это немножко другими словами. Так. Духовные практики это связующее звено между всеми прочими аспектами, да, это важно понимать. Ну, сохраним это тоже. Так, что у нас здесь еще? Соответствующие методы. В практике включают в себя все методы ортодексологии. Понятно, собственно, да. Практиками мы называем все духовные методы ортодексологии. Сопутствующая тема очищение, безразличие, божественное состояние, медитация. Философские трактаты. Это ортодексологические методики, духовные практики осьминога бесконечности. Очень хороший последний текст, который я написал на эту тему. Там 64 ступени для достижения непосредственно состояний герметических пониманий и состояние скептицизма. А также последний текст за пределами всех дискурсов. В прозе медитации, различные духовные практики нередко у меня присутствуют, но лучше всего я считаю они раскрыты в романе «Школа боевых искусств мастера Джангюя». Школа боевых искусств, восточные боевые искусства нередко были связаны с буддизмом, а буддизм требовал непосредственно духовных практик, и поэтому боевые искусства были тесно связаны с духовными практиками. Школа боевых искусств мастера Джангюя как раз раскрывает вот это вот все. Джангюй, кстати, в переводе с китайского «Осьминог». Так. Статьи в паблике. Это непосредственно статья введения в книгу «Духовные практики осьминога бесконечности». Можете ознакомиться, почитать, и потом умолять меня о том, чтобы я отдал саму книгу «Духовные практики осьминога бесконечности», и тогда вы сможете добить, можете хотя бы узнать направление, в котором нужно двигаться, чтобы добиться успеха. Наработки других философов. Это практически вся индийская философия и философия даосов. Ну, вся, вся, которую я читал, конечно. Читал я достаточно многое, но все это перечислять тоже довольно сложно. А теперь вот то, что противоречит. Противоречит скептицизму непосредственно, так как скептик не может критиковать. Критика – это догма. Критика основана на догмах, так как у нас появляются какие-то основания для критики только в том случае, если мы догматики. А, да, догмы закладывают основания для любой критики, это просто априори, понятно. Далее, что еще важно? Критика противоречит пониманию. Что мы будем с этим делать-то, в общем-то? Как с этим жить? И для чего нужна критика? От критика в ротексологии понимается отрицательный разбор чего-либо. Причем именно отрицательный, это критика негативная всегда. Критика прежде всего указывает на недостатки, это ее основное свойство. Достоинства обыкновенно понятны и без критики, а потому их освещение в рамках критического обзора является пустой формальностью или даже просто разновидностью некой вежливости. Я считаю, что вот эта вот вежливость, она не обязательно в критике непосредственно. Основная задача критики найти недостатки. Вторичное обозначить достоинства, ну и сделать вывод. Да, да. Обычно акцентируется на недостатках и это, по-моему, правильно. Суть. Критика все-таки, несмотря на то, что она догматична, она может укрепить сомнения, но также она может умножать и фанатизм. В целом, критика это поражение догматики, потому что любая оценка, любой разбор оснований на тех или иных догматичных критериях для скептика... Так, я потерял текст. Ладно. В общем-то, все понятно. Без освоения критической школы скептик остался бы нем, так как он не владел бы критериями оценивания, не знал бы никаких истин, на что бы не претендовал. А так скептик может разговаривать с другими направлениями благодаря критике. Критика это, по-моему, даже в античном скептицизме это было связующее звено скептицизма с другими учениями. Без критики скептики, что бы могли они сказали. Они бы просто воздерживались от суждения, они бы молчали и не распространяли бы свои учения, скорее всего, потому что учения-то их распространяются с помощью критики преимущественно. Новизна. Ну, в концепции критики трудно внести что-то кардинально новое. Ну, я могу разве что, наверное, похвастаться тем, что нашел новые пути критики, науки некоторые новые. Ну, не все, что я придумал было новым, действительно, в данном направлении. Ну, критика искусства у меня хорошо развита. Тоже не все, что, все, чем я пользуюсь представляет определенную новизну, но некоторые аспекты действительно новые. Ну, критикой я занимаюсь очень много, очень часто. и сделал много различных критических утверждений. Вот так вот получается. Критика тоже связана со всеми аспектами, так или иначе. Ну, пониманию она противоречит, конечно. Ну, что, что-то остается. Личности у нас, как известно, уже из предыдущих глав много. Позволить себе критику можем. Можем, и это нужно. Так, сопутствующие темы. Это другие философские, религиозные учения, наука, математика, искусство, жизнь, политика, юридическая сфера и многое другое. Ну, почти все, что я критикую, вот здесь перечислено. Философские трактаты, посвященные данной теме, это критика научного познания, просто громадный талмуд по критике научной науки. Прежде всего, теоретическая. Это очень, очень, очень большая книга, в которой очень, очень много различных критических замечаний, которые вмещают в себе не только мои комментарии, но и комментарии Фера Бенда и многих других постпозитивистов и не только постпозитивистов и древних философов, чьи аргументы я использую в качестве критики современной науки. В общем, очень насыщенная книжка. А, следующая книжка, это этика догматического диспода. Еще одна книжка, многогранная наука, также книжка, книжка, условная цензура и система современного идеализма. Вы можете заметить, что я очень много критикую науку, ну, потому что это самое большое, самое значительное и самое важное учение за всю историю человечества на данный момент. Что уж тут поделать, тот, кто не критикует науку, не критикует вообще, я считаю. Очень смелое заявление, конечно, но на самом деле как-то так. Проза. Критические аспекты очень ярко проявлены в таких моих философских произведениях. Прежде всего, это мой третий роман «На краю вселенной», «Сновидение», «Диосиента», «Герой», «Неуловимый Сигурд Кёниг», «12 подвигов Иринии», «Дар разобеждения Авроры Кук», «Sky Owner», «Sky Owner», «Скай Owner», «Сорри». «Успешные люди», «Идолократия» и «Дети Гожи» и «Сказка». «Идолократия и Дети Гожи» «Идолократия и Дети Гожи» «Статьи в паблике». А вот и все статьи в паблике, посвященные критике. Перечислять мы их, конечно же, не будем, потому что их очень много. Потому что основная моя деятельность в контактах – это критика, к сожалению. Хотелось бы заниматься пониманием, хотелось бы заниматься сомнением, но люди этого чаще всего не понимают и они хотят больше критики. А другие критикуют за то, что я критикую. Ну, хоть какое-то движение тогда появляется в сетях. «Наработки других философов» – это прежде всего работы, не сохранившиеся работы софистов, а точнее данные о софистах, доставшиеся нам от Платона, Аристотеля и прочих, в общем-то, мыслителей уже более позднего периода. М. Кант, не знаю, что за М. Кант, но, вероятно, это Эммануил Кант. Мы почему-то сделали вторую букву его имени большой. М. Кант, хорошо, смешно. Какая забавная опечатка. Артур Шопенгауэр, Фридрих Вильгельм Нитше, Макс Штырнер, Ганс Файхингер и... Пол Фейробент, да. Не помню, Пол Карл или кто там, но неважно. Вот тексты, которые повлияли на мою... И не только, не только эти тексты, конечно, но вот основные тексты. Основные авторы, которые повлияли на... Для меня мое становление как критика. Это, конечно, критика «Чистого разума», Эристик Шопенгауэра известная, все произведения Нитше, единственная его собственность, Штырнера, а философия, как если бы, против метода «Прощай разум», все это повлияло на мое становление как критика. Прежде всего, критика философии, критика науки, но уже во вторую очередь критики искусства. Продолжаем. Божественность, то есть преодоление личного. Преодоление личного – один из важных аспектов ортодексологии, так как личность – это догма. Что означает преодоление личного? Преодоление личного – это такое состояние, в котором оценка не выносится относительно собственного «я», его убеждений, установок и ощущений. Это выход за свои пределы, или, говоря другим языком, безразличие. Основная способность божественности – это безразличие. Опять же, замечу, что безразличие, как я говорил во многих своих афоризмах и книгах, это не какое-то там бесстрастие, какой-то там, не знаю, пофигизм. Нет, это отсутствие различия. У нас есть одно учение – полатонизм, у нас есть другое учение – перипатетизм, и они для нас абсолютно равны. Мы не видим в них различия, мы не говорим, что полатонизм лучше, мы не говорим, что перипатетизм лучше. Вот в таком смысле используется слово безразличие в ортодексологии. Человек различает, человек догматичен, человек падает на метафизические системы. Смертное существо имеет определенные ограничения, основанные на догматической вере. Именно поэтому и сомнение, и понимание – это свойства во многом сверхчеловеческие, так как они антидогматичны. Вот, безразличие – это состояние, в котором нет различия между догмами человеческими, и оно достигается в том числе с помощью духовных практик. Новизна. А безразличие, наверное, впервые выступает в качестве положительного качества. А в ортодексологии оно, соответственно, сопутствующее важное состояние. Обычно оно воспринимается как-то отрицательно. Ну, опять же, у меня вспоминается буддизм. Буддизм там, безразличие, тоже имеет некоторую роль, очень важную. Ну, поэтому, да, новизна здесь, скорее всего, для Европы. Для европейского региона безразличие в позитивном ключе воспринимается вот впервые. А для Востока – нет. Ну, опять же, будем говорить о том, что другие аспекты дополняют безразличие и божественное состояние в ортодексологии. Ну, то есть, да, безразличие в контексте других моих теоретических наработок, оно является новым, ввиду того, что оно просто связано с новыми какими-то элементами. Так. Сопутствующие методы – это духовные практики, все сопутствующие темы, философская комбинаторика, бесконечность, бесконечность граней. Почему философская комбинаторика? Потому что она позволяет комбинировать бесконечное количество возможных учений, и все они безразличны. Методы бесконечности позволяют нам увеличивать все это до бесконечности, и все это безразлично для нас. Бесконечность, 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 бесконечность и возможных учений тоже для нас как бы безразличны, и каждое из учений, которое входит в бесконечность этой бесконечности, тоже нам безразлично. То есть мы не видим в них различия. Они все могут быть доказаны, могут быть опровергнуты, с ними может случиться все, что угодно, они могут стать популярными, могут не стать популярными. Аргументация здесь очень большая, длинная, тоже с ней запариться мы не будем. Философские трактаты, артилексологические методики, забыть всех, духовные практики осьминога бесконечности за пределами всех дискурсов. Многие из них уже вам знакомы, как я понимаю. Проза, альфа и омега, слияние, онто. Он-то, да, или за пределами всех вселенных, не дописал. Че-то я много допустил небольших ошибок в данной статье, но ладно. Эмкант, это я буду вспоминать долго, Эмкант. Наработки других философов. В основном подобные наработки есть у религиозных философов Индии, прежде всего у буддистов. Также можно использовать в качестве основания работы Фредерика Ниши о сверхчеловеке. Но в большинстве случаев, конечно, Фредерик Ниши говорит о чем-то ином. Возможно, Ниши меня вот чуть-чуть натолкнул на вот эти вот мысли. Но тут вот совсем чуть-чуть, потому что данная сфера божественности, так скажем, она не связана со сверхчеловеком. Напрямую не связана. Следующая сфера, и, наверное, та сфера, которая вызывает больше всего вопросов, это софистика. Потому что софистика в современной философии используется в качестве обзывательства. Фу, ты софист, ты используешь софизмы. На самом деле софистика в данном случае это плюралистическая философия. Я вам уже рассказывал про софистов, была целая лекция про софистов. И там я их трактовал как первых философов-релятивистов и, следовательно, плюралистов. То есть это были те... Это та группа философов, которая понимала, что существует большое количество других философских учений. И со всеми этими учениями можно так или иначе считаться. Софистика, это способность принять и отстаивать любую точку зрения. Вот что я понимаю под софистикой в данном аспекте, да, непосредственно. Вот у нас есть платонизм, а вот у нас есть стоицизм. У каждого есть свое оправдание, свои какие-то аргументы. Мы можем отстаивать точку зрения платонизма, мы можем отстаивать точку зрения стоицизма. И все это безразлично. Это же плюралистическая система, в которой мы можем отстоять огромное количество возможных и невозможных точек зрения. Вот что подразумевает софистика. Основная способность софиста это многогранность. Большинство старших софистов, заметим, большинство старших софистов, они были плюралистами. И они подразумевали, что многие учения имеют место, они важны, они имеют некоторое значение. И вот получается, что софистика это первая в истории философии метафилософия. То есть та философия, которая пытается разбирать философию, размышлять о терминах философии. Именно поэтому, да, я использую термин софистика в данном случае. А я апеллирую к Протагору, Горгию и прочим известным древним софистам, которые создавали метафилософию впервые за всю историю человечества. Не уважать их за это, по-моему, ну, может только человек не очень умный. Аристотель. Шутка. Это, конечно, шутка была. Софист мог выступать в роли любого ремесленника, философа, религиозного деятеля. Он мог менять роли, он мог стать представителем любого учения. И это потрясающе, это многогранно, это плюралистично. Это именно плюрализм внутри одного мыслителя, чего мы, собственно, и пытаемся добиться с методами понимания. Я в данном случае определенно поддерживаю софистические тенденции в их плюрализме. Да, так как я не стремлюсь к познанию мира, кстати, опять же у софистов познание мира и истины, вот эти вот вопросы, они встали на второе место, они ушли на второе место, они стали не нужны для софистов. А софистика – это метод приближения к разрозненным философским и не только учениям, который позволяет использовать аргументы этих учений и вжиться в их сущность. Ну, вопрос, конечно, главный заключается в том, пытались ли софисты реально вжиться в сущность тех учений, которым они, в общем-то, подражали и чьи аргументы могли использовать. Но в моем контексте, в контексте ортодексологии, вот это вот так вот, как написано здесь. А как было в реальной истории, ну, не знаю, можно спорить, можно пытаться что-то предполагать, можно делать какие-то хорошие для софистов выводы, ну, допустим, даже не пытались. В любом случае, их методы стали основанием для развития и скептической философии, и вообще релятивизма в целом, и плюрализма. Новизна. Определенное вживание в сущность учений в рамках софистики – это моя идея. Это, да, ну, действительно, это моя идея, это не идея софистов. Скорее всего, софисты просто поняли, что вся философская болтовня до них и вся философская болтовня в их времена не имеет никакого значения. А поэтому можно использовать методы всех философских школ, чтобы добиваться некоторых своих целей. И таким образом, с помощью своих философских построений, софизмов и прочих приемов, они показывали бесполезность философии, логики, математики и прочих вещей, которые были очень популярны в Древней Греции. Да. Вот. Ну, в контексте вышеописанной теории понимания, софистика для нас становится отличным методом. Если мы используем софистику на пользу понимания, у нас будут очень хорошие, большие достижения. Мы сможем, в общем-то, как актеры, принять роль, сыграть роль того или иного мыслителя. И это даст нам, в общем-то, очень много для его понимания. Связь с другими аспектами. Софистика тесно связана с пониманием, бла-бла-бла-бла-бла, все это тоже понятно. Софистика со всем связана, я уже это объяснил. Сопутствующие методы вживания и философская комбинаторика, тоже понятно. Сопутствующие темы. Критика логических систем, критика аргументационных теорий. Ну, этим я тоже занимаюсь. Философские трактаты. Краткий алгоритм действия для создания собственного мировоззрения. Шикарный короткий текст, методичка такая, в которой представлены таблицы, которые могут помочь вам создать свое философское учение. Очень софистическая штука, честно говоря, но в позитивном смысле софистическая. Последний органон, мой логический трактат, в котором нет практически никакой логики. То есть, это металогика, так скажем. Это объяснение всех возможных логических систем. Формальных, неформальных, индийских, китайских, вообще любых каких угодно логических систем. Древних, современных, возможных и невозможных. В рамках одной книги, как их все объединить, как ими можно манипулировать, как с помощью вот этих вот систем логических и нелогических можно получать различные выводы, разбирать одни и те же вопросы с помощью многих систем. В общем, именно поэтому это последний органон, потому что он будет включать в себя все последующие логические системы, так как это металогический органон. Ну, неважно, продолжаем дальше. Этика догматического диспута, тени трех тысяч миров, книжка, посвященная культурологии, между прочим, многогранная наука и забыть всех. В прозе софисты упоминались в тексте сновидения. Наработки других философов. Это прежде всего Протагор, Горгий, Продик и другие, прежде всего, старшие софисты. Артур Шопенгауэр. Эристика или искусство побеждать в спорах. Тоже, тоже использовалась. Вот мы и дошли практически до самого конца. Или это самый конец, да. Поэзия, последняя глава. Или мгновенно событийный аспект. Поэзия – это художественная организация речи, характеризующаяся определенной организацией строк, а иногда ритмом и рифмой. А в рамках моего учения поэзия имеет практически философский характер. Основная способность – тоже продуктивное воображение. Основная роль поэзии в ортодексологии – это отразить мгновенно событийный аспект практического воображения. Если прозаическое произведение требует длительной событийности, то паутическое может быть создано буквально за пять минут. Ну, за час, час, пять минут, и ты создал стих хороший, который отражает какой-то важный философский аспект, или не важный философский аспект, а что-нибудь иное. Поэзия в моем случае – это форма выражения не только чувства, эмоций и творческих находок, но и ключевых для моего учения интенсий. А также возможность поделиться с вами достижениями некоторыми. И иногда критикой, кстати. Я часто поднимаю вопросы сомнения, понимания, критики, софистики в своих стихах. Все это тесно переплетается с ортодексологическим полем исследования. Ну и вот получается, что настоящая, ну, в чем новизна заключается вообще в всей моей работе в поэзии. Настоящая философская поэзия – это редкость. Это вообще крайне редкость. Редко можно увидеть реально философскую поэзию. Из величайших поэтов в этом жанре я бы назвал, наверное, Драгомощенко, ну, и некоторых других. Но Драгомощенко, он недостаточно последовательный, чтобы мы могли составить его непосредственно философское видение. У него именно стихи. А у меня именно философия в стихах. То есть из моих стихов можно составить тезисы, по которым можно разбирать мои позиции. Ну, разница очевидна и новизна здесь тоже очевидна. В остальном под философской лирикой понимаются наимные рассуждения людей, не смыслящих философии или захватывающих лишь ее экзистенциальный аспект. Ну, то есть, да, то, что называют обычной философской лирикой, с точки зрения философии – это полное фуфло. Ну, это очень дешево. Это крайне дешево иметь никакого отношения, никаких связок с реальной философией. Философская поэзия – это особый жанр, это редкий жанр. Ну, я не знаю, у кого еще получалось. У Гёте, Фаусти, да, да, там было такое. Там действительно Мефистофель – философ. Фауст – тоже философ. И они сталкиваются позициями, и это прекрасно. Это прекрасно, но такое происходит крайне редко в стихах. Поэзия в мгновенно событийном режиме может выстраивать полноценные философские концепции, критиковать и устремлять автора и считателей к пониманию или сомнению, и делать многое другое. Потенциал поэзии в этом смысле крайне велик, и я с этим работаю. Так, послесловие. Ну, и все мое творчество. Думаю, материалы данной статьи и данного видео помогут вам лучше разобраться с предлагаемыми текстами, а также лучше понять меня, если у вас есть такая цель. Фух, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. 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 Фух, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимание. Продолжение следует...